Жители Твери познакомят с творчеством известных земляков, имена которых 4 ноября в День народного единства торжественно внесут на страницы Золотой книги Твери. В библиотеке имени Герцена открылась выставка книг тверского писателя, поэта советской эпохи Александра Гевелинга и знаменитого на всю страну историка, основателя Московского исторического музея Ивана Забелина. Эти имена достойно занять почетные места на страницах Золотой книги Твери. Именно эти кандидатуры поддержали и депутаты Тверской городской думы. Иван Забелин и Александр Гевелинг. Наши земляки известны и далеко за пределами малой родины. Выставку мы открыли в библиотеке для того, чтобы наши жители, зная, что вот эти имена заносятся в Золотую книгу, смогли познакомиться с этими людьми поближе. То есть с творчеством Александра Феодосевича, это наш писатель, журналист. Иван Егорович Забелин, он тоже наш земляк. Он организовал исторический музей в Москве. Строки стихотворения Александра Гевелинга жители Твери знают и видят всякий раз, когда прогуливаются у обелиска Победы. Там на рострах высечены слова из произведения современники и потомки. Он представлял верхневожень на всесоюзных и всероссийских литературных форумах и конкурсах. Параллельно Александр Феодосевич работал в «Калининской правде», «Смене» и на областном радио. Александр Феодосевич – это наш известный поэт и писатель. На выставке представлены книги, которые были напечатаны еще при жизни нашего замечательного поэта и писателя. Здесь представлены и стихи, и произведения в прозе. Книги Ивана Егоровича Забелина – это в основном труды, его исследования в области истории. Он изучал быт русских царей, цариц, также быт русского народа. Иван Егорович Забелин – автор ряда больших исторических трудов, посвященных царскому быту. Несмотря на то, что большую часть жизни историк прожил в Москве, родиной его считается Тверская губерния. По словам организаторов выставки, плодами творчества этих авторов уже интересуются читатели разных возрастов. Председатель Совета Золотой книги Елена Баранова уверена, что такие мероприятия должны стать традиционными. Они позволят познакомить жителей Верхневожья с трудами талантливых земляков, сохранить эти имена не только в памяти книги, но и в памяти горожан. Выставка будет работать до декабря в библиотеке имени Герцена.